То есть, получается, мама в декрете запустила свою онлайн-школу? Потому что я пока не знаю, что мне нужно. 380 тысяч вы заработали с 13 тысяч подписчиков. Каково это было? Слышать слова лендинг, воронка. Это очень важный этап в жизни женщины, к нему надо готовиться. Так, друзья, привет! У нас с вами в студии Галина. Галина – основатель онлайн-школы стилистов и миджмейкеров. На данный момент финансовый результат – это 650 тысяч. Запуск школы состоялся 18 сентября, был первый поток. Разработку школы начали в июле, в середине июля. И Галина стартовала учебу в акселераторе в апреле. То есть, с момента, получается, начала работы над школой – это середина июля, это полтора… А, два месяца. Два месяца до момента старта уже продаж. Да. В этой школе Галина – эксперт или Галина – продюсер? Я являюсь продюсером. А сложно ли было найти эксперта? И почему вообще, откуда появилась идея выбрать школу стилистов и миджмейкеров? Это была вообще первая идея? Нет, это была не первая идея. Изначально я работала над нишей школы для беременных. Я выбрала эту нишу, потому что я сама мама, и мне кажется, что это очень важный этап в жизни женщины, и к нему надо готовиться. И, соответственно, я стартовала с этой нишей, стала изучать целевую аудиторию, проводила анкетирование, искала экспертов. Но мне было трудно обратиться к тем экспертам, которые мне нравились, потому что я не чувствовала в себе уверенности, как в продюсере. И так прошло практически четыре месяца, когда я поговорила со своей подругой, стилистом как раз. У нее своя школа оффлайн на тот момент была, она обучала стилистов и миджмейкеров. А по школе беременности что именно, получается, не получилось? Я обратилась к двум экспертам, с ними у меня общение не пошло, и дальше я как-то слилась на том моменте. Почему слилась? Потому что само легко не пошло, да? Ну, я ходила, во-первых, на оффлайн еще встречи с беременными. Школы, которые преподают и онлайн, и оффлайн, и мне казалось, что мне будет очень трудно с ними соперничать. То есть я боялась конкуренции, потому что была неуверена в своих силах на подмена. Из-за неуверенности в силах решила выскочить из ниши. А запуск фактически был, то есть там продающий мастер-класс? Нет, то есть у меня остановилась работа над той нишей на этапе поиска эксперта. То есть было принято внутреннее решение, что я как бы там здесь не хочу, да? Нет, решение я приняла после того, как узнала, что у меня есть эксперт-подруга. Есть другой эксперт. И что мне с ним будет намного проще и быстрее стартовать. И я потренируюсь, уже буду более уверена в себе, как в продюсере. И смогу потом выбрать нишу. Не получается, с подругой получилось? Ну, да, стартовали. А какой был бэкграунд до этого? То есть был ли предпринимательский опыт или опыт руководящей должности? Нет, у меня не было никакого опыта в бизнесе. До того, как пришла в акседратор? Я работала в найме, а потом вышла в декрет. Были ли какие-то, ну вот именно, руководящие должности в найме? Нет, я была линейным сотрудником. Ну, это на самом деле достаточно прикольно. Потому что все равно, когда человек заходит, вот, ну, вот даже пускай просто на онлайн-школу, даже все равно все новое, да, скорее всего было, да? То есть каково это было, там, услышать слова лендинг, там, и так далее, там, воронка? Ну, я быстро учусь. Я все понимала. Вопросы у меня возникали уже именно на этапе практики. Потому что я везде шла сама. Вот, во всем разбиралась сама, но мне было интересно. То есть, получается, мама в декрете запустила свою онлайн-школу. Причем, ну, фактически от начала реализации до старта, там, примерно два месяца. Ну, если брать вторую попытку, которая уже удачна. Были ли вообще какие-то, ну, в этом запуске сотрудники, помощники, фрилансеры? То есть, какие люди использовались? Когда мы запускали первый поток, только дизайнера я привлекала для оформления лид-магнита. Когда я запускала уже второй поток, то я привлекала таргетолога. Первый поток мы запускали на теплую аудиторию, поэтому никого я не внимала. То есть запуск происходил сначала на теплую аудиторию эксперта в Инстаграме или где? Да, в Инстаграме у эксперты есть профиль, 13 тысяч подписчиков, и на эту аудиторию мы запускали эфиропоток. Сколько стоило на курсе? 15 тысяч. 15 тысяч, да. И сколько, ну, то есть, как вы запускались? Это были какие-то посты в Инстаграме или там лайвы в Инстаграме? Да, мы делали анонсы в профиле эксперты в Инстаграм, плюс еще в группе ВКонтакте, которая тоже у эксперты есть. То есть я сама настроила небольшую таргетированную рекламу в Инстаграм, еще тоже попробовала запустить рекламу в пабликах ВКонтакте, но это был просто тест, оттуда пришлось всем мало людей. Один человек купил. Не помнишь ли ты статистику первого вебинара? То есть сколько людей в итоге пришло, сколько там досидело до конца, сколько оставило заявки, сколько купило? Первый вебинар у нас в регистрации было около 60-70, пришло в районе 20 человек, до конца досидело 15-16. Угу, сколько купил эти? Заявок на самом вебинаре у нас не было, зато на следующий день упала оплата сразу самого дорогого пакета. А сколько стоит самый дорогой пакет? 40 тысяч. Она просто как-то нашла сама там страницу продающую, да? Нет, эта девушка была на вебинаре, и она еще знала эксперта до этого, то есть она в принципе была прям не теплая, а горячая, она уже давно хотела обучаться. После того, как был проведен первый вебинар, было заработано сколько получается денег? После первого 40 тысяч. 40 тысяч, то есть один пакет купили? Да. И потом дальше как действовали? Потом мы провели еще два вебинара, тоже живых. По той же базе, да? По той же базе, и плюс еще, ну, таргетированная реклама была небольшая. В итоге у нас посетили вебинары в Байнинстане, наверное, чего-нибудь. Второй поток уже запускали на таргет? Да, второй поток мы запускали полностью на холодную аудиторию, потому что оказалось, что в теплой аудитории больше бывающих нет, там буквально еще два человека только купили. Получается, вот теплая аудитория эксперта, 13 тысяч подписчиков в инстаграме, что ну очень немного. Сколько вы с нее, получается, заработали? Оказалось, что аудитория не совсем живая. Но все равно, сколько была монетизация вот этой вот аудитории эксперта, которая была? А, 380 тысяч. 380 тысяч, вы заработали с 13 тысяч подписчиков. Да. Ну, на самом деле, вот я просто хочу обратиться к ребятам. По методологии акселератора, да, то есть ты можешь этот первоначальный капитал получить за счет монетизации базы эксперта. И многие думают, что там должно быть 100 тысяч человек у эксперта, да, 200 тысяч, но с 13 тысяч человек, подписчиков, заработать 380 тысяч рублей, да, ну это очень прикольно, круто. Получается, 380, 560, где-то 180 тысяч вы сейчас уже заработали с таргетами, да? Всего результат 650, поэтому со второго мы заработали 270. На рекламу потратили 70 тысяч рублей вместе с работой таргетолога. На платном трафике у вас 70 тысяч рублей вы потратили, 270 ты работали, да? Да, ну были еще другие расходы. Я могу сказать, что другие расходы здесь не так принципиальны, потому что мы меряем успех онлайн-школы по соотношению доход на затраты на рекламу. Потому что все остальное, когда масштабируется, все вот эти вот расходы там на фрилансеров, на сотрудников и так далее, они как бы, ну, они небольшие в итоге. Если там мы разгоняем 100-500 тысяч там в месяц до миллиона там и так далее. Сотрудников сложно нанимать или... То есть почему сама все делаешь, почему не нанимаешь команду? Так как у меня нет опыта руководящего, то мне довольно трудно сейчас выйти на этот этап. Я понимаю, что надо, потому что я не могу это все сама делать, не могу масштабироваться, потому что слишком много задач у меня стоит. Здесь первичная команда, которая может быть, это продавец, даже уже на самом деле вам лучше, может быть, двух брать, потому что все равно соревнования между ними не было. Какой-то, может быть, технический помощник. И уже надо подумывать о project manager, который будет руководить компанию, чтобы ты могла стратегией заниматься и поиск новых подрядчиков по трафику. Все равно, на самом деле, чтобы идти дальше, ну, то есть первичные деньги заработали, да, когда там, ну, самостоятельно все делали. А чтобы дальше расти, по-любому нужна команда, конечно. Если подытожить, первично вот до денег, да, не до тех денег, которые ты потом реинвестировала, вложила в трафик, сколько ты потратила денег, чтобы вот заработать первые, там, сколько, 308-25 тысяч? До старта потока я потратила 35 тысяч рублей. Я оплатила GetCourse сразу годовой. Тильду тоже на год я оплатила. Ну, там, вебинарную площадку оплачивала. Дизайнеру тоже пару тысяч. То есть 35 тысяч рублей вложила, причем не в трафик, а просто на создание, да, там, в разработку какую-то определенную? Ну, в рекламу 4 тысячи у меня вышло на тест, да. Ну, который в итоге там, да? Один, нет, у меня была одна покупка на 15 тысяч. А, одна покупка. Именно с рекламы, которую я сама своими руками настроила, было очень приятно. То есть вот, ну, это она входила в 380 тысяч, вот эти первичные, да? Какой был бэкграунд все-таки до этого, то есть чем занималась? А, была, говорила, что менеджером была... Я работала в американской компании специалистом отдела закупок. До этого работала в отделе продаж, ну, так, когда еще в институте училась. И еще проходила стажировка в КПМГ двухмесячной. Ну, понятно, то есть опыт такой уж прям большой, интересно. Как отношения сейчас с экспертом, ну, с точки зрения взаимопонимания, там, ну, такие, вроде, психологические? Все ли гладко или там есть сложности? Могло бы быть лучше, потому что у меня эксперт с двумя маленькими людьми, и нам очень трудно найти время, чтобы просто пообщаться, потому что мы находимся в разных городах, эксперты из Санкт-Петербурга. Да, и даже там выделите один час времени в неделю, бывает трудно, чтобы пообщаться. То есть мы как бы параллельно работаем. Есть ли конкуренты какие-то в вашей нише, и кто-то, кто кроме вас, тоже занимается этим обучением? Да, конечно, конкуренты есть, причем, когда я только начала работать в этой нише, я думала, что их нет. Но потом начала ввести файлы, куда я всех записывала, знаю двух самых крупных конкурентов. Ну, я считаю, что все завязано на эксперте. Кому-то нравится один эксперт, кому-то нравится другой эксперт. У меня эксперт очень харизматичный, и у нас очень хорошая программа, и на данный момент у нас одна из самых низких стоимостей в ниши. Мы собираемся повышать цены. Мы вот в Акселе считаем, что конкуренция больше в голове, что все-таки каждую онлайн-школу, ее можно запаковать достаточно уникально, если сделать разное наполнение пакетов, причем харизма эксперта, она дает достаточно сильное отличие. Потом можно подключить какие-то дополнительные элементы, например, как элементы психологии, похудения, еще чего-то, что помогает человеку, например, если он не в форме, то есть ему не сколько советы по стилю нужно, сколько там часто формы себя привести. Это как бы я сейчас фантазирую. Какие-то дополнительные уроки, и уже школа становится немножко другой. Плюс, я не знаю, вы даете элементы профессии? Конечно, то есть мы учим профессии стилиста-мидмейкера, у нас есть блок маркетинга, куда мы наняли другого эксперта, именно маркетолога. Соответственно, мы учим, как искать клиентов, и еще у нас есть бонусный урок по психологии работы с клиентом. То есть, на самом деле, вот еще раз подтверждает, что все-таки ниши, где довольно быстро можно стартовать, и где даже при какой-то конкуренции все равно получается хорошие цифры сделать, это ниша профессии. Вот у нас в Excel это наиболее популярное направление. Как у вас выглядит продукт? То есть, как вы обучаете, сколько он длится по времени, сколько экспертов участвует, какое наполнение? Полный ли это онлайн или с элементами оффлайна? У нас курс длится 10 недель. Он состоит из записанных уроков, плюс 5 живых вебинаров с экспертом для ответов на вопросы учеников. Также у нас включены два практических воркшопа. Один по шоппингу с экспертом, с нашим главным, и один по фотосъемке совместно с нашим партнером в модельном агентстве. Мы даем эти фотографии потом в портфолио стилиста. Стилист в конце обучения выходит со знаниями, с практикой и с портфолио. Чем отличается продукт от того, что вы есть у конкурентов? Таких практических воркшопов я у конкурентов не видела. Плюс у нас в пакет VIP входит шоппинг в Милане. Мы едем в конце января в Милан, и там 3 дня эксперт будет показывать, как проводить шоппинг-сопровождение в Милане во время распродаж, чтобы стилисты смогли туда возить своих клиентов. Какие ты видишь дальнейшие твои этапы в росте школы? Какие у тебя шаги следующие? Я бы хотела добавить еще другие курсы, продвинутые курсы для стилистов, по личному стилю, для всех остальных людей, кто не хочет стать стилистом-имиджмейкером. И также хочется выстроить систему автоматизированную, для которой мне нужна как раз команда. Ну, именно системность в управлении бизнесом. Да, потому что на данный момент мы стартуем запусками. Вот два потока. И третий поток пока тоже, видимо, системой запуска у меня. То есть пока без автоворонки, да? Есть автоворонка, но она настроена на один конкретный поток. Ну, я имею в виду, автовебинаров пока нету, да? Нет, у нас был автовебинар на второй поток, но он длился две недели. Он был записан под конкретный поток. Автовебинар длился две недели? Ну, каждый день в течение двух недель. А, каждый день в течение двух недель? Разные вебинары или один дружный? Один. Почему вы его остановили? Он был записан именно под этот поток, и он был не очень идеальный. Я его дала на разбор. Сейчас будем исправлять. Да, мы его докручиваем. Да, и запускать. Как тебе обучение в акселераторе, как тебе сообщество? Что понравилось, что запомнилось? Обучение нравится, и я ценю то, что я могу приобщиться к чужому опыту, потому что своего опыта нет, и есть тысячи миллионов разных способов, сделать одно и то же, и чтобы не пробовать разные способы, хочется взять проверенный. Я всегда стараюсь следовать именно рекомендациям акселератора, хотя со всех сторон цепятся различные советы, как лучше сделать. И также мне очень нравится наше сообщество, что всегда поддержат и помогут с любыми вопросами. Какие были самые большие какие-то сложности, трудности на пути? На этапе запуска первого потока очень много времени посвящала, потому что делала все сама и сидела там по 10 часов в день, с учетом того, что у меня есть и ребенок, и муж. Они меня на тот момент немного потеряли. Что бы ты могла пожелать людям, которые только начинают, вот нас смотрят, они думают создать онлайн-школу, но боятся технарства, боятся, что не получится? Что бы ты могла им пожелать? Я желаю, что бы вы верили в себя. Все обязательно получится, потому что получилось уже у многих. И со всеми вопросами, которые у вас возникнут, вам помогут справиться либо сотрудники акселератора, либо одногруппы. Что ты думаешь про кураторов Акселя, как они тебе помогали, про экспертов, пользуешься ли ты вебинарным центром, поддержкой? Ты знаешь, что у нас много экспертов сейчас. Да. Кем ты пользовалась? Ну и как тебе вообще эта поддержка? Вначале мне поддержка не очень нравилась, потому что я ожидала, что будет настоящая проверка домашнего задания. Потом, когда у меня уже появились конкретные вопросы, я их задавала в техническую поддержку и получала ответы, куда мне двигаться дальше. Про сообщество что ты можешь сказать Акселя? Я рада, что я попала в круг таких людей, которым что-то надо в жизни. У всех разные бэкграунды. Я бы, мне кажется, никогда в жизни не пересеклась бы с ними, если бы не пошла в акселератор. Мне очень интересно общаться с этими людьми. Я нашла двух девушек, которые очень на меня похожи. Как будто мы друг друга всю жизнь знали. А что-то про уроки, про то, как они записаны, про там, насколько легко их смотреть, например, наверное? Уроков очень много, они довольно подробные. Мне нравится их смотреть. Правда, когда я стала уже запускать поток, у меня не осталось времени на просмотр уроков, и я буквально недавно опять к ним вернулась. И еще очень много дополнительных мастер-майндов и вебинаров с приглашенными экспертами. Тоже не удается все смотреть, потому что очень много информации. И я надеюсь, что когда-нибудь я все-таки выделю время и посмотрю, потому что очень интересные темы затрагиваются. А мастер-майнды с миллионерами, встречи с теми, кто уже запустил онлайн-школу, ты ходил и как тебе вообще? Помогли они тебя? Встречи с миллионерами обычно очень воодушевляют. Ты видишь, что у человека уже такие обороты, ты можешь с ним пообщаться онлайн, задать какие-то вопросы. Мне нравятся эти встречи, я из-за них и выбрала пакет купе, а не пакет плацкарт. И бывает, что они прям рассказывают очень актуальные вещи для меня в тот момент, когда я смотрю эти вебинары. Была ли ты когда-нибудь на оффлайн-встречах, например, в Алуште или летишь ли ты на Бали? Нет, в Алуште я не была. На Бали я тоже не лечу, но я была на большой нетворкинг-встрече в августе. Тоже там как раз сам нашла таргетолога, он с нашего же потока. Но оказалось, что легче увидеть человека и обсудить детали, вещи вживую. Вообще оффлайн-вероприятия тебе формат нравятся? То есть сейчас же мы вообще каждый месяц проводим оффлайн. Ты ходил на них? Ну, мне только один раз было. Я была на еще двух встречах оффлайновых с кураторами, вот с Катей Владимировой. И еще мы встречались несколько раз нашим потоком. Без участия акселератора просто встречались где-то в кафе или в каворкинге, обсуждали наши то, на каком этапе, какие вопросы делились опытом. Мне нравятся такие встречи, потому что ты чувствуешь, что ты не один. И, может быть, кто-то уже решил эту проблему, и ты можешь воспользоваться его опытом. Ладно, спасибо, Галина. Я думаю, это пример для многих и показатель того, что онлайн-школа может стартовать, в принципе, любой. Мы раньше фильтровали, мы старались, чтобы только предприниматели запускались, потом мы увидели, что запускаются и актеры, и мамочки, и так далее. И потом фильтр убрали. Галина яркий пример того, что может получиться очень многих. Если есть упорство, труд, и такое сильное желание, чтобы получилось.